Здравствуйте! Я хочу показать вам комплекс упражнений, который поможет укрепить мышцы-стабилизаторы, которые дают нам возможность иметь здоровую осанку. То есть, по сути, этот комплекс, который вы можете выполнять в любое свободное время, на работе, дома, неважно, который позволит вам со временем сделать правильную осанку своей полезной привычкой. Меня зовут Орлова Даша, вы находитесь на моем канале, где я делюсь с вами секретами молодости, красоты и здоровья и предлагаю начать. Вам потребуется какое-то комфортное, совершенно небольшое место. Вы можете просто встать из-за стола, вы работали с бумагами, работали с компьютером, устали, встали из-за стола и вот, собственно, здесь же рядышком можете и начать работать. Для начала вам нужно правильно отстроиться. Я говорю это практически в каждом своем видео, но это действительно очень важно. Это не просто болтовня. Это 50% успеха от сделанных вами упражнений. Расставьте, пожалуйста, ножки на ширине таза, не на ширине плеч, на ширине таза. То есть вот подвздошные косточки, вот козобедренные суставы, да, и под ними же мы ставим, собственно, стопы. Стопы стоят параллельно друг к другу, носочки смотрят четко вперед. Колени присогнуты, ну, они не переразогнуты, да, то есть они просто находятся в своем комфортном положении. То есть не нужно специально присаживаться, это будет напряженно и не нужно разгибать, да. Очень часто, когда у вас такая неправильная постура, когда вы находитесь вот в таком вот падении на носочки, да, и центр вес тела перенесен на носочки, то очень часто переразогнуты колени. Нет, колени должны быть в своем стандартном нормальном положении. Таз не переразгибайте, ой, не уводите в передний наклон. Очень часто так бывает, что люди стоят вот в таком вот положении, считая, что, ну, я, конечно, утрированно показываю, считая, что в этом положении у них красивая большая попа и правильная осанка. Это неправильная осанка. Подкрутите таз таким образом, чтобы гребни подвздошных костей смотрели четко перед собой. Да, это уже чуть менее эффектно, вот, но гораздо более правильно. За плечки потяните себя в стороны так, как будто бы вы растягиваете какую-то резинку, почувствуя, что у вас плечевые суставы развернуты, да, направлены четко в стороны. И наверх потянитесь через затылочные бугры. Вот это вот будет вашим правильным положением, в котором вы начнете и продолжите, и будете выполнять весь комплекс упражнений, которые я вам покажу. Эти упражнения уникальны совершенно, это не цигунь, не йога, это комплекс, который, ну, вот, который работает. Итак, хорошо. Вот из этого положения вы смотрите четко перед собой, при этом не нужно, да, стараться вот куда-то там поднять голову. Смотрите четко перед собой, наверх вытягиваете через затылочные бугры. И сейчас очень важно, если не выполнить данное условие, то не получится выполнение упражнений. Вы поднимаете руки, опять-таки локтевые суставы находятся вот в расслабленном состоянии, и не нужно стараться выгнуть локти, да, и разогнуть, переразогнуть, и вот тянуться куда-то наверх. Нет, они находятся в расслабленном состоянии, плечики опущены вниз, поднимаете наверх ручки, и здесь внимание отследите, чтобы у вас руки стояли четко напротив уха, да, накрывали как бы с собой ухо. И теперь вы с выдохом должны отправить ручки назад, сильно назад, то есть как бы задвинуть за ухо туда. Но здесь может быть ошибка, вы можете начать выдвигать шею. Этого делать не нужно, поэтому я и сказала, что вы вытягиваетесь наверх через затылочные бугры. Шея совершенно вот она как. Если вы даже на миллиметр можете всего сдвинуть, ничего страшного, главное сдвиньте ручки. Итак, вдох, выдох, ручки отправили назад, почувствовали уже натяжение, уже легкий тремор. И теперь мы начинаем работать с выдохом. Мы каждое упражнение будем делать на выдохе. Если длины выдоха не хватает, останавливайтесь, делайте вдох и продолжайте с выдохом. Это тоже очень важно. Итак, вдох, выдох. И мы начинаем ехать вниз, но сохраняя вот это вот положение тела и положение направленных назад рук. Это не что иное, как целующиеся лопатки. Лопатки начинают у нас сходиться. Расстояние между ними сокращается. Если длины выдоха хватило, хорошо. Если нет, остановились, сделали довдох и еще немножко пониже опустили. Отсюда здесь делаем вдох. Обратите внимание, да, у нас такая буковка W. Вдох. Передние ребра, грудь вздымается. Выдох. И положение целующихся лопаток мы сохраняем, а ручки выдвигаем в стороны, начинаем тянуть их в стороны. Но лопатки целуются, ручки у нас отправлены назад. Это очень-очень тяжело. Если вы чувствуете, что вам легко, значит, вы делаете неправильно. Опять-таки с выдохом. Здесь опять делаем вдох. Посмотрите, локтевые суставы я полностью не разгибаюсь. Вы можете их разогнуть, если ощущаете силы. Это не обязательно. Вдох. Выдох. Выдох. И начинаем уводить максимально опущенные вниз плечи, максимально сведенные лопатки. И мы начинаем уводить руки в положение официант. Только на выдохе. Если почувствовали, что нужно сделать вдох, остановились, вдох и дальше работаете. Хорошо. Ручки здесь максимально направлены назад. Обратите внимание, что у вас сведены лопатки, но вы не прогибаетесь в пояснице. Очень важно, иначе неправильно. Далее мы снова делаем вдох. Выдох. Уводим руки назад. Плечики сохраняем, лопатки сохраняем. И начинаем целоваться ладошками. Ладошки уходят в замок. Мы направляем вниз указательные пальчики, так, как будто бы мы делаем пистолет. Обратите внимание, то есть ручки в замке, но указательные пальчики целуются направленно вниз. В положении пистолет. У нас целуются ладошки. Настолько, насколько это возможно. Из этого положения мы опять с выдохом начинаем растать на носочки. Мы встаем на носочки. Встаем на носочки максимально высоко. Стараемся удержаться в этом положении. Делаем вдох. И с выдохом делаем легкий кивок в сторону подмышки. Нос смотрит в сторону подмышки. Ощущаем натяжение в противоположной руке, скорее всего. Не стремимся делать слишком амплитудно. Делайте в комфортных для себя амплитудах. Удерживайте положение на носочках. Вдох. А выдох в другую сторону. Плечики максимально опущены вниз. Лопатки целуются. Нет переразгибания, нет гиперлордоза. Переразгибания в пояснице. Вдох. И мы смотрим наверх. Выдох. И здесь, пожалуйста, сохраните спокойно лоб. Очень часто так бывает, что в данном положении лоб начинает собираться в гармошку. Вы смотрите наверх, но не запрокидываете голову назад. Просто лбом направлены наверх. Внимание. Мягко опускаетесь с носочков на стопы. Переносите вес тела на пяточки. Вывозите ручки вперед так, как будто вы начинаете обнимать какой-то шар. То есть у вас не переразгибаются локтевые суставы, да, руки в локтевых суставах. У вас положение в замочек ручки. А большие пальчики целуются. Вы представляете, будто бы вы сейчас упадете. Но руки вас держат. Голову тоже немножко наклоняете. Плечики опущены вниз. И между лобатками вы чувствуете, как расстояние хорошо-хорошо увеличивается. Вы делаете вдох в задние ребра и ощущаете, как это расстояние еще больше увеличилось. Вдох. Сильно-сильно обнимаете. Большой-большой шар, который у вас в руках начинает раздуваться, раздуваться, раздуваться. Вдох. И выдох. Мягко. Выходит из данного комплекса. Вот такой вот короткий комплекс, простите, короткий комплекс, который вам поможет действительно почувствовать свое тело гораздо более гибким, мягким и податливым. Я предлагаю еще раз проделать данную технику, но уже без особого количества комментариев, чтобы у вас было куда перекрутить, перемотать. Итак, отстроились, подняли ручки, ручки назад, выдох, вдох, выдох, вдох. Вдох. Ладошки вверх. Вдох. Пистолет. Вдох. На носочке. Вдох. И выдох, трог вниз. Вдох. Выдох. Вдох. 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 И вниз. Вдох. Задние ребра. Вдох. Не выходите, пока не получите полное облегчение в межлопаточном пространстве. Вдох, можете еще раз вдох, да, максимально растянули, и вот только тогда выходите. Данный комплекс вы можете сделать 2-3 раза, ну, то количество времени, которое вам позволяет. Я очень надеюсь, что вы почувствовали такой нереальный кайф, ощущение внутреннего тепла после выполнения данного комплекса, и очень надеюсь, что эта техника у вас приживется. Будьте здоровы, если хотите комплексно работать со своей осанкой, со своим телом, приходите ко мне на курсы «Женщина 3D». Если хотите комплексно и основательно работать со своим лицом, приходите на курс «Фейс Пилатеса». Что ж, спасибо за ваше внимание, меня зовут Орлова Даша. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео. Пока!